В Наринмаре активисты ОНФ добиваются сноса несуществующего дома на авиаторов. Все дело в том, что подрядная компания успела возвести лишь фундамент, после покинула объект. Стройка давно заморожена, и теперь вот такой памятник представляет опасность для детей. Бетонные перегородки и железные арматуры школьникам заменяют игровую площадку. В историю уже вмешалась уполномоченный по правам ребенка в Ненинском округе. Почему контролирующие органы уходят от ответа, и сколько еще времени заброшенная стройка будет испытывать нервы родителей, репортаж Олега Хатанзейского. Плакаты с надписью «Опасная» и яркая сигнальная лента сегодня появились вдоль всего периметра заброшенного объекта. Активисты ОНФ говорят, детей это, конечно, навряд ли остановит, впрочем, сейчас они хотя бы предупреждены. Заброшенная стройка уже давно стала местом притяжения от детей. Они играют здесь каждый день, несмотря на опасность. Тут даже возвели что-то вроде домика, а внутри постелили матрас. Недостроенный дом уже давно вызывает беспокойство у местных жителей. Они постоянно наблюдают из окон своих квартир, как школьники бегают по сваям. И сколько бы детей ни ругали, меньше их здесь не становится. Эти кадры были сделаны в конце мая. Не опасно? Нет. Весело? Да. А кто сделал эту качельку? Это мы сами сегодня. Бетонный фундамент, существо осталось от грандиозных планов строителей. Заброшенный объект в микрорайоне авиаторов никто не огородил. Первых инцидентов ждать долго не пришлось. Когда тут бегают, они упадут, как он тогда бежал, бежал и кубок. И упал. Активисты Народного фронта признаются, до заброшенной стройки никому не дело. Обращались уже и в департамент ЖКХ, и в мэрию. И пока безрезультатно. Пытаемся как-то даже выйти на те же органы, которые должны контролировать этот процесс. Но делают вид, что никто ничего не знает, не видит. Если это ведется стройка, значит она должна огорожена быть. Но ничего вот нет. Мы уже не первый раз обращаем на это внимание. То есть еще летом мы думали, что продолжится строительство. Но сейчас уже середина сентября, и мы видим, что никакого строительства даже не намечается в этом районе. Поэтому действительно объект опасный. Об этой стройке известно немного. Дом начинала возводить компания «Евростроймонолит», но позже покинула объект. По некоторым данным, городские власти продолжают судиться с недобросовестным подрядчиком. При этом экспертиза показала, фундамент сделан с грубейшими нарушениями технологий. Выход один – демонтировать. Но кто и когда это будут делать, непонятно. Искать ответы на вопросы фронтовики намерены совместно с уполномоченным по правам ребенка в Ненецком округе Риммой Галушиной. Вот как она прокомментировала эту историю. А нам нужны действительно какие-то конструктивные предложения. Потому что вот это безобразие оставлять на зиму ни в коем случае нельзя. Потому что мы прекрасно понимаем, занесет это все снегом. Дети будут здесь играть, кататься, не зная, что под снегом лежит. И, конечно, вполне может быть травмирование ребенка. Вопросы у общественников вызывает не только заброшенная стройка. Рядом с объектом установлены тепловые колодцы, которые почему-то не закрыты. Там теплотрасса действующая. А где люк? Поэтому вот как-то по КТС не заботится о сохранении тепла своих теплотрасс. То есть уже неэффективно используется тепло. Что касается недостроенного жилого дома, то активисты ОНФ и омбудсмен договорились в ближайшие дни организовать круглый стол и пригласить на него сотрудников профильного департамента, а также представителей мэрии. Ведь решение нужно принимать как можно быстрее. Скорая зима, значит, железная арматура скроется под снегом. Один неверный шаг – ребенок может серьезно пострадать.